Вопросы дорожной безопасности волнуют государство и всю белорусскую общественность. Среди приоритетных направлений госполитики в том числе и продовольственная тема. Проблемы нехватки объемов производства свинины не расподнимались на высшем уровне, были поставлены главой государства и конкретные задачи по восстановлению поголовья. Как выполняются данные поручения в Минской области, в репортаже Светланы Конопадской. Прилавок фирменного магазина Слудского мясокомбината на сегодняшний день не вызывает мыслей о недостатке свинины в стране. Вопрос продовольственной безопасности на постоянном и самом высоком контроле. По поручению президента в каждом регионе страны развернулась большая работа по восстановлению поголовья свинины. Задача к 1 апреля 2015 года довести объемы выпуска свинины на уровень 2012 года. С последствиями африканской чумы, которая значительно сократила поголовье свиней в Беларуси, бороться предстоит еще не один год. На сегодня 11 комплексов по выращиванию свиней полностью закрыты. Еще на 13 значительно сокращено поголовье. Но сегодня уже смело говорят, могло быть и хуже, если бы не принятые меры. Август 2013-го, совещание у президента, тогда был озвучен план действий. Он сработал. Первый пункт – локализация заболевания, а следующий – восстановление утраченного поголовья свинины. На это отводится два года, до 2016-го. На последнем совещании в сентябре совместно с правительством четко определены цели и выработаны шаги для достижения, выделены деньги. На проект «Быстрая свинина» направлено 200 миллиардов рублей. Но сегодня правительство, изучая поступающую с мест информацию, выражает обеспокоенность. Превесы, которые сегодня имеют место быть, они достаточно низкие и не соответствуют тому потенциалу, который требуется. Все решения приняты, все объемы определены, финансирование имеется. Сейчас просто необходимо должная организация работ на местах для того, чтобы в установленные сроки выйти на те задания, которые действительно не просто задания, а это потребность в этом, поскольку это сказывается на потребительский рынок и на цены на свиноводческую продукцию. Сегодня в центре внимания главы правительства Минская область. Численность поголовья свинины в этом регионе сократилась более чем на 119 тысяч голов. Превесы упали. Слудский мясокомбинат работает не на полную мощность. На сегодняшний день загружено 75% мощности комбината. Необходимо сырье, необходимо жирное сырье. Это свинина, говядина. Именно поэтому развитие собственной сырьевой базы – задача номер один. Премьер посещает один из строящихся животноводческих комплексов. Проблемный. Сроки ввода затянуты, подрядчика сменили. Губернатор обещает, теперь все меры приняты. На конец ноября строительные монтажные работы будут завершены. В декабре будут завершены пусконаладочные. Уже проходят тендеры по закупке поголовья свиней. И в январе месяце здесь будет стоять первое, так сказать, родительское стадо первого поголовья. Но очевидно, что введение в строй нового комплекса – лишь полумера в решении проблемы. Нужен качественный рывок вперед в подходах к работе, в требовательности кадрам и специалистам. Чтобы обеспечить сегодня повышение технического привеса, необходимо опираться на технологии. И в основе своей, естественно, лежат полноценные комбикорма, полноценное питание животных. За счет этого мы можем повысить выход приплода, сохранность приплода. И укомплектовать тем поголовьем на комплексах, который давал бы сегодня среднесуточный привес 600-700 грамм. Чтобы дотянуться до этих цифр, нужно значительно прибавить темп и делать это каждый день. Только тогда есть реальный шанс выполнить поручения президента. И к 2016 году не только вернуть потерянное поголовье, но и выйти на рост. Светлана Конопадская, Виталий Селявко, Агентство теленовостей.